День Великой Победы В Козыле на площади Победы состоялся торжественный митинг, посвященный 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне. В этом году в нашем городе, 78-й годовщину Победы в Великой Отечественной войне, вместе с нами встречают 5 ветеранов, принимавших непосредственно участие в Великой Отечественной войне. 34 труженика тыла, 24 вдов-ветеранов. Низкий поклон вам, мужественные солдаты Великой Отечественной и труженики тыла. Спасибо за мужество и терпение, отвагу и доблесть, самоотверженность и преданность Родине. Без вас не было бы этой победы. Сегодня, в канун Священного Дня Победы, благодарных потомков, павших героев, ныне живущих участников той страшной войны, тружеников тыла собрала площадь Победы. Отдать дань памяти защитникам Отечества пришли представители всех государственных и общественных структур республики. Сегодня мы отдаем дань уважения нашим ветеранам, нашим отцам и дедам. Сегодня мы поздравляем наших ветеранов войны, тружеников тыла, вдов-участников Великой Отечественной войны. Также мы все ведущие держим и наших ребят, которые сегодня участвуют в специальной военной операции. Они, как и наши отцы, деды, прадеды, освобождают Украину от невестко-фашистской чумы, от нацизма и неонацизма. С праздником всех, весь многонациональный народ, всем счастья, добра и благополучия. С каждым годом редеют ряды ветеранов. В числе непосредственных участников Великой Отечественной Георгий Васильевич Абросимов. В апреле этого года ему исполнилось 97 лет. Будрое зрение, приятное ощущение. Молодым хочу, чтобы не видали того, что пришлось испытать моему поколению. Всем старым и молодым, маленьким и большим, всем жалую. Не хочу никому того испытать, что испытали мы. В годы Великой Отечественной войны из Тувенской народной республики было призвано около 4 тысяч человек. 13 из них стали героями Советского Союза. Имена большинства из них увековечены на стеллах столичной площади Победы. Чтобы самое главное был у нас всегда мир. Тогда у нас и страна будет расцветать, тогда и молодежь будет расти, тогда и у нас будет замечательная, великая страна. Церемонии возложения цветов и венков в ознаменование Великой Победы сегодня прошли также у памятников тувинским добровольцам и «Козылкош», «Красный обоз». В преддверии Дня Великой Победы глава Тувы Владислав Ховалык прибыл в Украину с рабочей командировкой. А 9 мая глава региона принял участие в торжественном митинге, посвященном Дню Победы. Все подробности далее. Торжественный митинг, посвященный годовщине Победы Великой Отечественной войне, прошел в Свердловске Луганской Народной Республики в парке культуры и отдыха имени Героев Сталинградской битвы. На мероприятие прибыли глава администрации города и района Андрей Сухачев, представители администрации, кадеты и юнормейцы, общественники и жители Свердловска, а также делегация Республики Тува. Уважаемые Свердловчане, уважаемые и дорогие гости и друзья из Республики Тува, из Красноярского края, из всех уголков нашей необъятной Родины. Сегодня мы с вами отмечаем 78-ю годовщину Великой Победы. И отмечаем мы этот праздник, как всегда, в священном для каждого Свердловчана на месте. Это место захоронения наших замученных Свердловчан за время оккупации фашистской Германии. Это место захоронения казненных наших ребят, подпольщиков молодых, которых также бросали шурф, также пытали и которые стали прообразом для написания романа «Молодая гвардия». Мемориал скорби – это памятное место для всех Свердловчан. На его территории находится братская могила советских воинов и мирных жителей города. Здесь захоронено 135 красноармейцев и 335 мирных жителей. Среди них герои-подпольщики и мирные жители города, тела которых в 1943 году удалось извлечь из шурфа шахты номер 23. Сегодня Луганская Народная Республика впервые отметила День Победы в составе Российской Федерации. Гости мероприятия почтили память погибших минутой молчания. Далее Свердловчанам рассказали о роли Тувинской Народной Республики в годы Великой Отечественной войны. Первый же день начала германского вторжения в СССР. Тувинцы принимали участие в боях на Восточном фронте в составе формирования рабочей крестьянской Красной Армии. 14 октября 1944 года Тувинская Народная Республика вошла в состав СССР, став Тувинской автономной областью. Тувинцы участвовали в боевых действиях вплоть до окончания Второй мировой войны, приняв участие во многих ключевых операциях завершающего этапа войны. К поздравлениям присоединился и глава Тувы Владислав Хавалых. Он заверил, что имена героев будут чтить многие поколения россиян. Мы имена наших героев никогда не забудем. Они останутся навсегда символом мужества и героизма. Через тяжелые испытания, через потери мы все равно идем к побеге. С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы! Почетное право возложить гирлянду славы было предоставлено участникам специальной военной операции. После ружейного залпа собравшиеся возложили цветы к мемориалу скорби. В рамках торжества также состоялось награждение медалями отличившихся солдат и офицеров Республики Тува, которые принимают участие в специальной военной операции. Праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы Великой Отечественной войне, прошли во всех городах и районах Луганской Народной Республики, в том числе в ранее освобожденных от киевских силовиков. И в продолжении темы. Владислав Хавалык также от имени многонационального народа Тувы поздравил с Днем Великой Победы жителей города Свердловска Луганской Народной Республики. В рамках визита тувинская делегация подписала соглашение о сотрудничестве. АПЛОДИСМЕНТЫ Подписание при участии представителей администрации района, общественников города Свердловска и делегации из Тувы прошло в музей шахтерской славы. Тува, как часть Енисейской Сибири, присоединилась к Красноярскому краю в шестве над Свердловским районом и городом. 9 мая состоялось подписание двухстороннего соглашения о сотрудничестве между двумя республиками. Уважаемый Андрей Валерьевич, уважаемый Владислав Владимирович Давидович, просим вас приступить к процедуре подписания. Соглашение Соглашение «Откроет новые горизонты взаимодействия с потенциальными партнерами, расширит возможности и связи в различных сферах деятельности». Это озвучил глава администрации Свердловский района Андрей Сухачев. «Мы вас приветствуем. Мы хотим сказать, что мы обязательно будем, то, что будет верно в рамках подписанного соглашения, мы это будем оценить, этим будем дорожить, мы будем благодарны. И мы обязательно, когда встанем, поднимем свою экономику, заживем, поднимем промышленные предприятия, то мы обязуемся тоже помогать тем ребенкам, которые будут в этом нуждаться. Нас надо сейчас поддержать, дальше не способны, у нас трудоспособное население, нас будут трудиться». Отмечается, что это уже второй договор о сотрудничестве с территориями России после освобождения Свердловской и района ЛНР от украинских военных. До этого аналогичное соглашение подписали с Красноярским краем. «Униско-народная республика впервые, впервые, а встанчивый состав Советского Союза. Также мы являлись новой территорией для СССР. И вот, несмотря на то, что у нас в экономическом плане слаборазит мы ведем, к сожалению, мы будем очень рады, насколько у нас получится поддержать, помочь, мы будем этим родиться». Первую поддержку ТУВА уже оказала новому побратиму. Владислав Хавалы вручил ключи от трактора-погрузчика и автомобиля повышенной проходимости УАЗ «Хантер» для нужд муниципалитета. Транспорт был приобретен на спонсорские средства. Одним из жертвователей выступила ООО «Голевская горнорудная компания». Передана также гуманитарная помощь. Но и это еще не все. «Мы сегодня же поедем смотреть спортивный зал школы. Хотим посмотреть возможность устройства замены перекрытия. Будем смотреть детский сад, как обеспечить теплоснабжение в детский садик. Ну и сегодня также мы привезли гуманитарную помощь и спецтехнику». Андрей Сухачев отметил, что Свердловс расширяет географию сотрудничества с субъектами России и готов к открытому диалогу со всеми, кто хочет помогать городу и району быстрее интегрироваться в основные сферы жизнедеятельности страны. Чинчей Кашпакул, Александр Янзак, Самдам Иргит, телеканал ТУВА-24, Луганская Народная Республика. Автомобили, направленные из ТУВА в зону спецоперации на нужды военнослужащих из нашей республики, добрались до пункта назначения. Владислав Ховалык лично передал автомобили, собранные организациями и населением ТУВА в рамках Всероссийской акции, объявленной Народным фронтом «Автопоезд». В апреле глава ТУВА призвал жителей республики, бизнесменов и органов власти принять участие в Всероссийской акции «Автопоезд». ТУВА, несмотря на малочисленность населения, на сегодня является единственным регионом, который смог собрать больше 40 автомобилей в кратчайшие сроки на нужды военнослужащих спецоперации. Путь автомобилей от ТУВЫ-то зону специальной военной операции занял по российским железным дорогам около месяца, а для встречи транспорта и последующего вручения машин лично приехал глава региона Владислав Ховалык. Новые автомобили укомплектованы всем необходимым, в том числе мобильными и стационарными рациями, беспилотниками и имеют высокую проходимость. Это УАЗ, Нивы, Газели, ГАЗ и Урал. Вскоре автомобили будут распределены между войсковыми частями, где служат военнослужащие из ТУВЫ. Дядя Ваня и тетя Маша. Так называют российские солдаты жители приграничного села Ровеньки Белгородской области, супругов Абризановых. В ходе рабочей командировки глава ТУВЫ Владислав Ховалык также встретился с семьей, которая с самого начала специальной военной операции стала помогать военнослужащим из республики. Тему продолжит наш корреспондент. По предложению главы ТУВЫ, жители республики, бизнес-сообщества и органы власти в рамках акции «Автопоезд» собрали для нужд специальной военной операции более 40 автомашин. Владислав Ховалык принял личное участие в передаче техники войсковым частям. В ходе командировки он побывал в семье Ивана и Марии Абризановых, подаривших тепло домашнего чага многим тувинским бойцам. Здравствуйте! Мария Ивановна! Владислав, товарищи! Владислав? С самого начала спецоперации они стали для многих военнослужащих из нашей республики фронтовыми родителями. А их дом – местом защиты, где ребята набираются сил перед очередной отправкой на передовую, написал в своем блоге глава ТУВЫ после знакомства с добросердечными пенсионерами. В графике командировки Владислав Ховалык специально выделил день, чтобы лично поблагодарить Ивана Алексеевича и Марию Ивановну. Своим примером они показывают, что сегодня дороже всего сплоченность, поддержка друг друга, умение жить дружно и в единстве для достижения большой цели – победы на боевых фронтах. В знак бесконечной благодарности от всего тувинского народа супругам Абризановым вручены медали за заслуги перед республикой Тыва. Защитники, солдаты, они такие, я не знаю, благодарные, такие ответственные, что спасибо всем матерям за спину. 9 мая ждем победы. И победа все равно будет за нами. Мадр Сандан Азамат Ачур, ТУВА-24. Министр образования и науки ТУВЫ Елена Хардикова проинспектировала строительство новой школы в селе Болгазан Тандинского района. В выездном совещании приняли участие Евгений Овсяников, отвечающий за вопросы развития инфраструктуры системы образования, а также представители местной администрации. Напомним, что строительство школы на 616 мест началось в середине 2022 года компании «Элчей» и должно завершиться к концу нынешнего. На сегодняшний день завершен полностью нулевой цикл, первый этаж и возведен блок со спортивным и актовым залом. Параллельно идет подготовка к возведению инженерной инфраструктуры и прокладка инженерных коммуникаций. Ориентировочно мы заканчиваем в этом году в декабре. У нас получается сейчас блок состоится из пяти блоков. И вся школа состоится из пяти блоков. Тут получается, вы как видите сейчас, в этой стороне это старшая группа, и с той стороны получается младшая группа. И посередке у нас актовый зал, и сзади, получается, где сейчас краны стоят, у нас там спортзалы. Одновременно идут другие работы, благоустройство, водозабор идет, и потом за оградой тоже идет у нас парковочные места и гараж теплый для автобусов. В Болгазине проживают 3,5 тысячи жителей. Новая школа на 616 мест вместо аварийной просто необходима. Современное образовательное учреждение откроется благодаря национальному проекту образования, который предусматривает ликвидацию школьного обучения во вторую и третью смену. Проект направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. В будущем образовательное учреждение будет оснащено современным оборудованием, лабораториями по предметам естественно-научного цикла, просторным спортивным залом и столовой. Само здание станет красивым и ярким объектом, стоящим в живописном месте. Новая школа – это будет уже не муниципальная школа, а школа государственного уровня. И раз близость есть к техникуму, то есть мы сегодня проговорили с руководителем школы и с руководителем техникума, что это должна быть одна образовательная линия, серьезная профориентационная подготовка, начиная с младших школьников и уже в рамках подготовки к новой школе. Нужно думать уже над уставом, нужно думать над основными направлениями работы. А пока в Болгазине сложилась непростая ситуация, когда почти тысячи учащихся вынуждены тесниться в стенах Болгазинского агропромышленного техникума, в котором предусмотрено всего 420 мест. Школьникам и педагогическому составу нужно лишь немного потерпеть до конца текущего года. Болгазинская школа старая была закрыта в связи с ее ветхостью и аварийностью, в рамках того, чтобы детям не создавать угрозу жизни и здоровья, поэтому было принято закрыть эту школу. Да, действительно, сейчас на сегодняшний день такая неудобная ситуация, что детям приходится учиться в Болгазинском техникуме вместе со студентами. Но, тем не менее, помещения находятся, время находят, размещаются. Ну и поэтому торопимся с сдачей этой школы. Хотя по программе она стоит у нас с вводом на 2024 год, но глава республики Владислав Таветович поставил задачу, чтобы в этом году была школа введена. Стоит отметить, что сегодня проводится реконструкция здания старой школы Болгазина под учебные мастерские и ангары для комбайнов, большегрузных машин и тракторов Болгазинского агропромышленного техникума. Само здание техникума тоже будет реконструировано под требования федерального проекта «Профессионалитет». Все помещения, лаборатории, мастерские, учебные классы и цеха по переработке продукции будут подведены под стандарты и бренд-бук проекта. С прошлого года мы засадили опытный участок по выращиванию облепихи. На данный момент там уже 2000 саженцев облепихи. Мы планируем, так как облепиховая продукция для нас уже становится трендом, мы очень хотим, чтобы бренд облепиховый прочно был соединен с нашим техникой. Возведение новой школы, а также подготовка к старту проекта «Профессионалитет» находятся на контроле руководства Министерства образования региона. К другим темам. В Госдуме готовят к первому чтению поправки в закон об ответственном обращении с животными. Поправки позволяют регионам принять свой порядок обращения с безнадзорными собаками. Местным властям можно будет не выполнять ряд положений базового закона. Напомним, сегодня закон предписывает отлавливать бездомных животных и помещать их в приюты, снимать отлов на видео, содержать собак исключительно в приютах, а также применять систему отлов, стерилизация, вакцинация, возвращение в среду обитания. При этом региональные поправки не должны противоречить принципу гуманного обращения с безнадзорными животными. В частности, для субъектов, которым сложно выполнить требования по приютам, выходом могут стать организации пунктов временного содержания животных. Данную инициативу еще раз обсудят с представителями общественности и профильных ведомств, и уже после этого вынесут на рассмотрение. По поручению Минздрава России в республике работают специалисты Педиатрического университета Санкт-Петербурга. Они проанализируют работу детских медицинских учреждений. Цель визита – совместная работа над совершенствованием всей системы детского здравоохранения. Особое внимание эксперты уделят системе оказания медицинской помощи детям до одного года. Педиатрический университет работает с ТУВОю в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и инновационных технологий с 2020 года». Анализ акушерской, стационарной помощи, деятельность детских поликлиник, качество лекарственного обеспечения, работа с кадрами. Эксперты приехали большой бригадой. Поэтому основная наша цель – это обсудить вопросы заболеваемости детского населения 0-18 лет. Это вопросы младенческой и детской смертности. Мы побывали в нескольких стационарах. Областная республиканская клиническая больница, перинатальный центр, поликлиники. И в планах, если мы сегодня успеем, будет детская инфекционная клиника. Педиатрический университет – ведущее федеральное учреждение детского здравоохранения. Эксперты вуза ежегодно посещают более 40 регионов России. Специалисты проводят телемедицинские консультации, оказывают помощь на местах. При необходимости маленьких пациентов госпитализируют в клинику университета. Петербургский вуз курирует республику Тыва по профилю педиатрия. Контакт с тувинскими врачами непрерывен. Они нам помогают все время анализировать, изучают наши медицинские документы. Мы все это рассматриваем вместе с докторами, с участием непосредственно врачей перинатального центра. Делаем соответствующие выводы не только по медицинской части, не только по ведению, но и по организации медицинской помощи в том числе. Буквально даже лет 10 назад мы даже не мечтали, что мы можем вообще в однозначную цифру, что мы выйдем по ситуации по младенческой смертности. Потому что у нас это всегда была трехзначная даже цифра, были периоды, двухзначная цифра. А сейчас мы уже буквально перешли в единицы. Результаты внешней проверки и приоритетных направлений для улучшения системы оказания помощи детям обсудят в региональном Минздраве. Отчет о работе направят и в Федеральное министерство здравоохранения. Мадр Сандан, Шалбан Мангуш, Азамат Ачур, Тува-24. Сразу после выпуска новостей смотрите специальный репортаж о том, как Тува отметила День Великой Победы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Берегите себя. Перед региональным правительством прошла традиционная торжественная церемония государственных флагов Российской Федерации и Республики Тува. Праздник Великой Победы ежегодно проводится торжественным прохождением военнослужащих над главной площадью Кызыла. В начале парадного шествия знамённая группа несёт государственные флаги России и Тувы и копию штурмового флага 150-й Идринской стрелковой дивизии, ставшей главным символом победы советского народа в Великой Отечественной войне. Войска Кызылского гарнизона для парада вознаменования 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом лейтенант Пролог. Под песней военных лет, знакомых каждому с детства, чеканным шагом прошли более 600 человек. Это расчёты сотрудников МВД, УФСИН, МЧС, службы судебных приставов, таможни. Парадным строем прошли также кадеты и воспитанники юноармии. Всего в шествии приняло участие 13 расчётов. В завершении парада мимо трибун прошло дефиле единственного конного духового оркестра в России. В этом году конный духовой оркестр правительства Тувы имени Тимура Дулуша отмечает свой 15-летний юбилей. В этот день 2008 года впервые оркестр выступил на главной площади республики. Приветственным словом выступил и временно исполняющий обязанности командира 55-й мотострелковой бригады майор Азат Фадхудинов. Также майор передал послание от министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Сегодня великий праздник для нашего народа. Мы празднуем очередную годовщину победы над фашизмом. Несмотря на то, что этот день всё дальше уходит в глубину лет, победа имеет огромное историческое значение для нашей Родины. Сегодня осталось так мало людей, кому мы лично можем сказать спасибо за этот подвиг. Очень хочется, чтобы настоящие и будущие молодые поколения чтили и уважали этот важный день. И всё, что за ним стоит. С днём победы вас! Ура! Товарищи! Ура! 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 Также с поздравительной речью по видеосвязи выступил глава региона Владислав Хавалык. Он отметил, что наша республика собрала больше всех автомашин в рамках всероссийской акции «Автопоезд. 41 автомашину». Свою лепту в общее дело внесли неравнодушные жители республики. Это патриотический порог. Спасибо всем за подвеску. Правда на нашей стороне. С днём великой победы! Ура! 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 День победы – это история великой нашей державы. Важно помнить и знать про подвиги наших дедов, прадедов, которые героически погибли, защищая Родину. Очень знаменательный день. Очень знаменательный. Наверное, этот день, который всегда будет жить, Россия будет жить, пока будет память об этом дне. О дне 9 мая 1945 года. И сегодня, видимо, уже переполняют эмоции не только меня, но и всех участников этого парада, посвященного памяти наших, в том числе наших земляков. Поэтому с великим праздником, с великой победой, мирного неба, счастья, любви каждой тувинской семье. Спасибо! С праздником! О подвиге героев той страшной войны забыть просто нельзя, да и невозможно. В этот день они, как и 78 лет назад, вместе со всеми отмечают этот праздник, вспоминая годы Великой Отечественной. Ветераны Великой Отечественной войны из трибун наблюдали за торжественным шествием. Что я могу? То, что парад был, это очень важно по темам. Главное то, что день хороший сегодня, день победы, всем такой солнечный день. Желаю, чтобы и дальше люди видели только чистое, светлое небо. Все хорошо, хорошо. Что вы можете пожелать подрастающему поколению? Ой, счастье хорошее, чтобы не слушали маму, папу. Парад пришли посмотреть сотни казалчан и гости республики. Очень интересно, приятно слушать такой хороший парад, посвященный победе. Что вам больше всего запомнилось? Особенно с хакуну, которые в оркестре выступали сейчас. Это национальный, это, как говорится, очень хорошее такое представление у нас. Мне особенно. Очень организованно идет, нам понравился парад. Что вам больше всего запомнилось? Дети, которые участвуют в параде. Так-то нехорошо, нормально. Сейчас танки все пройдет. Этого хочу смотреть. Танки, техники, все. Так-то ничего. Спасибо. Я тоже ветеран труда. Парад отличный. Хорошо проходит. Что вам запомнилось больше всего? Запомнилось и организованность, и красиво шагает. Нам все нравится. Спасибо. Мы рады. За наших отцов, за дедов. Спасибо всем за победу. Что вам больше всего в параде понравилось? По сравнению с прошлыми годами? Да мне все нравится. У нас слишком мало мероприятий, поэтому мы любому рады. Мне все нравится. Парад очень понравился, очень интересный. И у нас, в принципе, все. В принципе, все интересно. А что вам запомнилось больше всего? Конечно, все запомнилось. Но больше всего понравились, конечно, кадеты нашего кадетского президентского училища. Прям красивые ребята и девочки. А по сравнению с прошлыми годами есть изменения в лучшую сторону? Да, мне кажется, что есть изменения в лучшую сторону. Как раз обсуждали то, что становится все костюмировано, более костюмировано, более торжественней. Ну и чувствуется прям мощь, сила. Как тебе парад? Мне очень понравилось. А что тебе запомнилось больше всего? Как военные люди маршировали. И как они на лошадях. Военный парад завершился праздничным концертом. Свои знаменитые хиты исполнились заслуженные артисты Тувы. Парад на площади Арата – это напоминание об исторической и великой дате. Дате о победе. Ценой жизни наш народ отстоял свое право на мирное небо и процветание. Инна Клоян, Шалбан Магуша, Замата Чур, телеканал ТУА24.